Люди, которые были членами культа, когда вы поняли, что вы в секте? Я принял приглашение на семинар в местном конференц-центре, чтобы узнать о том, как привнести некоторую финансовую стабильность в мою жизнь. Это было собрание рекрутинговой компании M-Way. И мне было очень стыдно, потому что это был второй раз в моей жизни, когда меня обманом заманили на встречу по набору персонала M-Way. В толпе были очевидные подсадные утки, хотя все сидевшие по идее должны были быть новичками. Я мог идентифицировать этих уток по их иррационально восторженным хлопкам, а также по частому использованию освежающего спрея M-Way Glister Mine. Я ходил в церковь, которая оказалась культом около года. Каждую неделю пастор говорил, что он чувствует, что кто-то в толпе нуждается в исцелении. И каждую неделю у кого-то обязательно была относительно небольшая травма. Например, боль в спине или растяжение запястья. Это зародило во мне подозрения, но почему-то в ней никогда не заканчивались неуклюжие дураки, которые ушибли себе палец на ноге именно в то утро. Тогда пастор требовал, чтобы все подошли, прикоснулись к раненому человеку и молились. А раненый начинал смеяться и прыгать вверх-вниз, потому что это чудесным образом улучшало его самочувствие. Я родился в семье свидетелей Иеговы. Когда мне было 12 лет, я понял, что их доказательства существования Бога были крайне слабыми или даже притянутыми за уши. Поэтому я стал атеистом, но продолжал притворяться, что верю. Я не понимал, что это секта, пока не начал задавать вопросы или указывать на противоречия или ошибки. Любая незначительная ошибка, которую я исправлял, любое несоответствие, которое я подвергал сомнению, опечатки в публикациях, свидетелей Иеговы, все, что я говорил, независимо от того, какие основания имела сказанное, было встречено с чистым отвращением. Как ты смеешь сомневаться в этой организации? Если есть что-то, в чем ваша религия не позволяет вам сомневаться, то ваша религия что-то скрывает. Еще одним подарком была любовная атака. Все вели себя так, словно любили меня, как сына или брата. Но не все были хорошими актерами. Фальшивые улыбки, вынужденные приветствия, безусловная любовь от каждого. В то время как за кулисами правят сплетни и ропот. Культы ядовиты, свидетели Иеговы держат меня в плену уже много лет, косвенно угрожая разорвать мои связи с семьей, когда я уеду. Таков мой опыт общения с этим культом, и подобных ему бесчисленное множество. Когда мне было 17-18 лет, мы с друзьями, среди нас были и парни, и девушки, были хиппи, и мы пошли на сеанс активного медитативного танца в нашем городе со всей толпой хиппи. В результате мы попали на частное мероприятие под названием «Интенсив», где все эти последователи новой эры промывали нам мозги, заставляли нас много говорить о нашей сексуальности, в конце все дружно плакали и прочая фигня. Я еще тогда подумал, что это весьма странно. А потом несколько человек из нашей компании пошли на другое собрание и рассказали, что оно проходило по-другому, что было больше взрослых, все были одеты во все белое, и что в один прекрасный момент они выкатили телевизор с видео Шри Багавана, Ошо Раджниша, давно умершего, и все начали кричать «Мы любим тебя, Ошо, мы тебя любим». В тот момент я вдруг осознал, что для меня в принципе было странно проводить так много времени с женщинами среднего возраста, в крашеных колготках, пытающихся переспать со мной, но зато они научили меня танцевать. Меня растили мормонкой, вся моя жизнь шла по схеме. Миссионерство, венчание в святом храме. Встречалась только с членами нашей церкви. Училась в университете для мормонов. Сразу после того, как родились дети, я оставила свою карьеру по велению церковных руководителей, которые сказали мне, что материнство – это самое святое призвание на земле. Затем, когда мне было около 28 лет, я нашла видео о полеандрии. Мужчины женились на уже замужних женщинах. Я была поражена. Это заставило меня впервые внимательно исследовать свою религию. Это был взрыв для моей веры, и я проводила часы за часами, читая историю космических шаров христианства. Я узнала, в частности, что наша церковь была основана на педофилии и прелюбодеянии. Ушла из церкви, забрала детей с собой. Брак сильно пострадал, но, к счастью, мой муж провел собственные исследования и тоже ушел. Мы потеряли всех наших друзей, общество. Это разрушило наш бизнес, который зависел от других членов церкви, так как мы живем в штате Юта. Там, где мы живем, население на 80% состоит из мормонов. И мы пережили много клеветы и всякой дряни, даже от наших собственных семей. Это был ад, но, с другой стороны, рай. Но позвольте мне сказать вам, что мы изо всех сил учились, чтобы понять, как ориентироваться в жизни вне культа. Мне пришлось научиться заказывать кофе. Мне пришлось потратить несколько часов на покупку одежды, так как я не знала своего собственного стиля, кроме святого нижнего белья. Мои политические взгляды изменились на 180, и теперь у нас есть татуировки. Мы воспитываем наших детей так, чтобы они были уникальными личностями и подружились с теми, кто любит нас за то, что это мы. Пока мы состояли в церкви, наш брак умирал, но нам удалось выздороветь и начать все заново. Я хотела бы возобновить наши клятвы, так как у нас отняли настоящую церемонию. Когда вы следуете строгому списку правил всю свою жизнь, а потом уходите, то обнаруживайте себя вне культовой пропаганды того, кем они вам говорят быть. Жизнь сейчас — это глубокий вдох свежего воздуха. Я не осознавал, что был в секте до тех пор, пока не ушел оттуда. Я был сильно вовлечен туда на протяжении года в возрасте от 15 до 16 лет. Кстати, мои родители остановили меня от посещения культовых собраний, когда они поняли, что одна из наших практик была сродни одетой оргии, даже не зная, что там происходят и более странные вещи. Практики культа Вышеупомянутая одетая оргия, где мы стояли или сидели вместе, иногда в достаточно эротических позах, и корчились друг напротив друга под саундтрек к принцу Египта. Новая Библия, которая не включала слишком много богохульного содержания, но содержала такие перлы, как «Почему Бог никогда не хотел, чтобы мы веселились?» Чтобы доказать нашу коллективную преданность Богу, некоторые члены церкви добровольно жертвовали своим комфортом, поджигая одежду или вызывая рвоту. Гласолалия, гипноз и иногда физическое насилие, например, борьба с кем-то на земле, когда гипноз не работал. Увещевание от взрослых участников, что мы не должны говорить нашим родителям о том, что происходит. Почему я остался в секте? Давление сверстника главным образом. Огромное давление от одного из вспомогательных молодежных пасторов, человека, который теперь управляет полиаморной общиной. Честно говоря, она не слишком отличалась от различных церквей, в которые меня возили в детстве. Когда я пошел на какое-то саентологическое мероприятие, потому что мне сказали, что я получу от него удовольствие, а оказалось, что там все вскакивали и взрывались овациями в честь основателя буквально каждые пять минут. Я недавно поступил в частную школу, которая в конечном итоге была скорее элитной сектой, чем школой. Нам была дана ориентационная лекция, и мы должны были слушать выступление декана. Я понял, что это был культ или что-то вроде секты, когда декан сказал нам, «Когда кто-нибудь спросит тебя, кто ты, скажи ему, я пришел из названия школы». И есть название школы. Название школы – это я. А потом он сказал, «Скажите это вместе со мной». И тогда нам пришлось повторить его слова, сказав, что наша школа – это наша идентичность. При прохождении карьерных консультаций мы также должны были изображать логотип школы в верхней части нашего резюме, как будто они владели нами или типа того. Все началось достаточно невинно. Я был подростком-христианином, работающим в лобби-хобби. И однажды два приятных человека, всего на несколько лет старше меня, спросили, не хочу ли я сходить на изучение Библии. Они дали мне адрес и номер телефона, чтобы успокоить моих родителей, которые привезли меня на первую эту встречу. На этом занятии присутствовало примерно полдюжины человек, включая тех двух, которые пригласили меня. И все казалось было честно. Затем они начали говорить на непонятных языках. Я был слегка удивлен, но я вернусь к этому через минуту. Когда я вернулся домой, родители спросили меня, как все прошло. Я рассказал им о той встрече и о том, что они в конце концов идентифицировали себя как группу под названием The Way – Путь. Почти сразу же мой отчим выточил книгу об идентификации христианских культов и вручил ее мне, открыв на странице об этой организации. Но что делает их культом? В книге был контрольный список критериев того, что определяет христианский культ. Большинство из них связано с отклонением от Нового Завета в ключевых пунктах. Путь, например, не поддерживает концепцию непорочного зачатия, непорочного рождения, помимо всего прочего. А это не такие уж мелочи. Другое дело – говорение на непонятных языках. Не сама практика, а то, как она выполняется. Согласно апостолам, говорение на языках признается церковью только в том случае, если оно, первое – спонтанно, и второе – истолковано другим членам собрания. Говорение на языках во время моего урока изучения Библии происходило совсем не так. Вожди по очереди говорили что-то на языках, а затем немедленно переводили сами себя. Я сидел там и думал, что же на самом деле происходит с Христом. В конце концов, они позвонили мне и спросили, не хочу ли я прийти на следующее собрание. Я сказал им, что мои родители велели мне держаться подальше. Если они и звонили мне после этого, то я никогда об этом не узнал, потому что я редко подходил к домашнему телефону. Когда они сказали, не общайтесь с людьми, которые не относятся к свидетелям Иеговы, они злые. Я состоял в этой организации долгое время, но очень многого не понимал. Это злая организация, и я надеюсь, что однажды она падет. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok